Друзья, поехали. Знаете, дело в том, что я вот понять не могу эту статистику. Прошлый вебинар также было то ли 15, то ли 16. Написано, а когда вебинар кончился, оказалось просмотров сотни, сто. Ровно сто. И тогда я делаю вывод, прав не прав. Наверное, большинство недосматривает эти два часа. Многовато. А информация у меня, друзья, вот вы сегодня того, что я приготовил на ближайший вебинар, вы видели проценту 15, 10. И мне меньше, если делать по часу, желающих будет больше. И отключаться будут меньше. Успевать посмотреть. Но моя информация, она отключается от любого. Никто, никогда на всей планете больше столько не расскажет на все системы, на все разнообразие. Таких людей больше нет. Так уж случилось. Железов Юрий, это брат. Здравствуйте. Жамалдина, здоровья, удачи. Орсен Костова, привет. Учитель, здоровья. Эльдар, здоровья. Ух ты, опять на месте? Ну, хоть раз-то пропустишь. Что это такое? Вот. Игорь Чихина, добрый вечер. Значит, так. Так, 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 так. Игорь Чихин, добрый вечер. Соловьев, добра и света. Зыкова, приветствую. Свинин, всем привет. Слушай, Михаил, да ты, по-моему, опять денег прислал на издание фильма. А? Прикрывайся, там не полностью это. Данное. Вот. Ну, тогда спасибо. Анастасия, здравствуйте. Я уже заложил маленький питомник под Ярославлем. Уже несколько сельцев продала. Психолис 45. Ну, во-первых, лиха беда начала. Так. Чего надо будет? Мыши, мыши, мыши. Вот, я пользуюсь случаем. Ну, тут немного же писем, да? Поэтому давайте я расшифрую эту. Итак, 45. Вот. Приходит весна. У меня был суперурожай. Это вот 22-й год, да? Я сам вспоминаю, мы еще тогда ходили, там сидит моя племянница Юля. Перед ней 10 ведер и все полные. А мы ходили фонографировали с крупными очень плодами. Вот такими, вот такими вот, да? А они еще, лето было холодное, мокрое. И они на дерево начали портиться. Это несколько раз доказывало, что абрикосы не для дождливых мест. То есть, ничего не поделают. Да, рискует. Но есть уже мои абрикосы и в Ленинграде. Отбор-то нужно. Отбор никто не хочет произвести. Кто-то из ленинградцев должен взять тысячу косточек. В конце концов, через 5-6 лет. Ну, я помру за это время. Ну, не всех помру. Через 5-6 лет они начнут все плодоносить. И пусть останется 100. Пусть 50. Но они примут тот климат. У них гены чего только нет-то. Вот. Королевский из Франции. Вот. Этот самый. Дар небес, черт его знает. И из Европы я достал. Так нет. Жадель с Украины. Там я каждый день сыро. И так далее, и так далее. И получается, что. Эту работу никто не понял. Кто из Ленинградцев это касается? Там всего северо-запада. Всего. Кто займется этим делом? Мои абрикосы плодоносят в Латвии. Пришла весточка. Оттуда. А ты знаешь, что там вся Латвия в абрикосах? Ну, нашел сын, который вырастил. Вот. Андрей, Андрей. Привет, если меня слышишь. Вспомнил, как зовут нашего латвийского Андрей. Вот. Дальше. Значит, получается следующее. Попробуем еще раз прочитать. Здравствуйте. Сейчас поймете, к чему. Я уже заложил в новике питомник. 45%. И когда у меня был вот этот супер урожай. Не вот этот год, а еще отступим на два года. Как же вот. А таких было. А там сыновей Меджорса, там мелких амуров пропасть была. И вот собрать все мы не смогли. Юля все собрала ведро за ведром, все собрать не смогла. Приходит весна. Фотографию показывал. Вот где-то в таком вот площадь метр на метр. Добрая тысяча косточек. Все доедины с дырками. Просверлили. Нано-мыши не могут челюсти не такие, чтобы вот так вот, а грызли. И добрались. И все съедены. Вот. Я к чему говорю. Первым делом защита от мышей. Может быть тогда вместо 45 процентов будет 95. Вот этот момент. Теперь. Расскажите, пожалуйста, про эмбекос и хатерийский. Кусы ли у него плоды. Ну, для начала покажу. Юлия Александровна. У меня досье есть на тебя. Попал изголубушка. Вот. Досье на Савельич. Вовремя я тебя сфотографировал. Кстати, полюбуйтесь на наше уберение сегодняшнего дня. И вы как будто нарочно спросили про абрикос, который называется сихотерийский. Мне его прислал Бродский. Я вырастил несколько деревьев. Таких огромных. Вот. Она, правда, не обиделась, когда я ее ростами считал. Было два роста. Ее три роста. Четыре роста. Сейчас я найду эту фотографию. Вот. Ну, почему вот этого человека, который знает больше, чем все абрикосоводы с той стороны Урала. Я имею в виду профессиональный, ученый. Почему ей нельзя поручить, понимаешь, в академию, а? Ну, почему? А, Елена Александровна, я имею право отвлекаться. Вот те самые супер погоды, супер дожди. Мы прямо с дерева, помните? А они уже с этими были. Каждый раз сидели муравьи. А вот это значит, что... Ну, меня просто пропустили год. Ну, крупные абрикосы испортились. Ну, косточки-то мы не выбросили. Нет, да. Вот. Это значит, что ничего страшного не случилось. И деревья целы. И все было нормально. Просто год пережили с испорченными плодами. А на косточки они пошли. Вот. Вот так вот. Так, тут, знаете, что получилось? Досеяние полное. Непорядок. Сейчас мы с вами найдем вас в другом месте. Вот. Почему? Вы захотели узнать, что такое шокотерийский абрикос? Время позволяет? Смотрите, что ли. Вот и галерея. 22-й год. Так. Видите? Самая лучшая, самая красивая фотография. А у вас нет об этом. Досея. Надо перенести в это. Вот она. Вот это сихотерийский. Я почему выбрал? Потому что они все желтые. На одном дереве они стали красные. Чем объяснить, я не знаю. Кроме того, что я шутя говорил, где там надуло. Если ветром надуло, так полушутя. А если серьезно говорить, то рядом с ним растет амур. Это называется непрачные половые связи. Вот. Сейчас бы тем, попросили себя смеять, а она смеяться не будет. Вот. Это что на ее глазах? Вот это вот сихотерийский. Откуда взялся? Значит, в русский дел он совершал длительные походы. Вот. Кстати, с последнего его привезли на носилках. Да, да, да. Да, это да совершался. Подвижник невероятный был. Вот. Невероятный. Это из наших примеров. Это укор науки. Такие люди должны уже это. Вот нет его живых. Уже памяти должен стоять. А его даже не вспомнили. Но это другое дело. Или другая тема, хоть и грустная. А так получилось, что они мелкие. Значит, люди и без взятых могут их кушать. А люди, которые наедут в королевских, их уже есть не устанут. Вот. Мороз дикий. Так. Я не раз показывал в фильмах. Вот. Вот. Четыре роста и больше. И дальше получалось, что выражает предельный. Морозов не боятся. Вот. А максимальный рожай начали давать, когда вы зацвели рядом. Потому что участок-то молодой. Вот. И получается, что когда зацвели рядом паины, когда зацвели рядом эти самые, Серафим, вот тогда он начал прекрасно плодоносить. Вот эти вот. То есть им нужно опыление, желательно культурными. Почему? Вы же наверняка интересуетесь косточками. А вы же хотите, чтобы вас вырастет такие или еще меньше. Нет, не хотите. Тогда вам надо к железу в сад. Вот. Уже эти красные. А годом раньше они были выше желтые. Это значит, что существует телегония, но мы углубляться не будем в телегонии. Это тоже, и считается, уже наука. Раз. И второе. Это гибриды, которые большое будущее, потому что отцы у них культурный абрикос. Заказывайте. Какая-то стойкость будет. А потомки наверняка будут вкуснее. Вот так я ответил на ваш вопрос. Ну и где я был? Где я был? Попробую попасть снова. Нет. Попробую попасть снова. Тогда я тем же путем сначала. Вот так все постараемся. Смотрим. Смотрим, смотрим, смотрим. Так, значит, психотерийский, короче, у вас есть же маленький питомник, вы уже продали. Вы молодец, психотерийский. Это, скорее всего, будет... Я не говорю, что его не покупайте. Просто нужно, как бы, сделать такую комплексную, уже, допустим, 50, католический 50, ценовимый, журцы, 50 и так далее, и так далее. Почему? У них какая-то разница. Один вырастает, вот, и или это колено, а другой вырастает с вашего пола. Причем гадать невозможно. А от скорости, не от скорости уже, зашли, ладно. От их внешнего вида зависит и продаваемость. Поэтому на первом этапе вы пробуете все, которые примут ваши почвы. Вот такой мой совет. Все помаленьку. Так, приветствую, Киршкий край, Свернушка, город, деревня Ивановка. Хотел бы, да, и не заказать себе на яблони. Разных штук по 100 с любишь. Да, я только раз. Яблони много я не смогу вам продать себе. Вы хотите, сколько будет, сколько будет. Вот, ослепишь этот доброполуч. Яблони хуже, знаете, почему? Ой, с тех пор, когда я, как бы, оправдившись перед нами, много я не смогу продать. Не потому, что мне жалко. Вот, чужого мне не надо. А то, что я в саду, это остатки было роскоши. У меня сад 2 гектара. 5-5 гектаров яблони в сад. А к тому времени дача участок уже был захвачен добрякосами, вот, с левыми, вишними, ружьями. Вот, и у меня этих 10-15 яблони. Вот, у меня куча гостей. Да вы сами видели, как я привык угощать. Вот, запасы на зиму тоже надо, чтобы всю зиму были яблоки. Яблоки. Получается, что мало заготовляю. Знаю, что это же деньги. Вот, заготовляю мало. Я вообще себя успокаиваю. Потому, что не купят яблони, а при просто купят. Сливы купят, вишни. Вот, поэтому, знаете, когда... Ну, давайте я говорю честно. Вот это вот видите яблоко, да? Это 400 грамм. Вот это. 400 грамм, все видно. Вот, а там 2-3-4 эти семечка. Ну, сколько он лежит в балконе, подгнивает это, будешь селить. Вот я как мог ответил вас. Так, черного ореха у меня нет, и не было. Если хотите грецкий, пожалуйста. Груши есть, вишни, если вы... Короче, это слабое место мое яблоки, из-за того, что... Их просто в свое время я потерпел катастрофу. Она до сих пор не аукается. Вот. Когда со много лет все деньги были... Сгорели, ностры. Что сгорело? Оборудование сгорело. Постройки полторы тысячи, только яблоко сгорело. Причем это было сделано сознательно. А вот, как там на том свете, кто-то знает, отвечать должен. Это сфере молодых парней на двух мотоциклах. Я не понимаю, почему рука не трогнула. А я сейчас еще и это... Еще и не могу даже себе чем вам предложить, чтобы заработать лишним тысячам. Александр. Ага, да, Дмитрий Крэльн написал себе, астрово злобали. И это был обман зловщика, вот он узнает про это сообщение к вам. Будет не виноват, будьте осторожны, вошедите к вам. Но я не связываю об этом. Но я догадался не сразу. Я уже успел ответить, что извините, у меня только 2800. А осталось, что ну вы считаете хотя бы 2800. И выслал бы, это первая реакция. А ну, мы такие, по жизни. Я раздавился бы, но чувствовал, что ты обманут, там противно. Анастасия, что делать с абрикосами секретарей, с которыми вы представили подарок? Я не знаю. А, вот он, подарок. Предполагаю, что веселье можно в Стреке планирую посадить. Несколько в Северодвинске, в самом городе. Один уже посадил у дома. Это эксперимент. Интересно, как вы будете чувствовать. Ну, насколько я знаю, Северодвинск, это и есть Северо-Запад. Это еще, по-моему, это побережье моря. Хотя река Двина, но, по-моему, это устье. По-моему, это выход в море, в океан. Так, скорее всего. Там климат, скорее всего, не для абрикосов. Но ведь я же вам уже выслал, как подарок. Это не значит, что я выслал, что попало. А вот, еще раз говорю. У всех католических моих остецев есть папы. Все зависит, как выдерживает папа влажность. Высаживайте. Посмотрим. Слава тебе, если имеете в виду.